24 ноября 2019 года в Большом зале музея Мини Скрябина состоится музыкальный марафон, вернее целая стерия из четырех концертов за один день. С трех часов дня и до позднего вечера у вас будет возможность послушать музыку, которую вы не услышите нигде больше. Это и жемчужина от классиков авангарда и опусок композиторов конца 20 века и актуальная музыка. Первый концерт марафона, который начнется в три часа дня, представляет собой два хронологических полюса программы. Это с одной стороны мировая премьера, которой концерт завершится, а с другой стороны музыка одного из гигантов французского барокко Жанна Филиппа Ромо. Мария Немцова исполнит его фортепианные пьесы, вернее не фортепианные, а клавесинные, поскольку в те времена, когда Ромо писал свою музыку, фортепиано еще только предстояло появиться на свет и как Ромо, так и другие классики его эпохи создавали свою музыку для клавесина. Именно поэтому часто Ромо и его великого соотечественника Франсуа Куперена объединяют под названием французских клавесинистов. Ромо был человеком, который по складу личности как будто бы не вполне подходил своей эпохе. Рациональный, холодный, аналитического склада У он мог быть астрономом или геометром, но не композитором во времена короля солнца, а значит самый пышный, гедонистичный, охочий до разных сладких у тех эпохи. Помимо изысканной клавесинной музыки Ромо также был теоретиком. В первую очередь он дорог нам из-за его трактата 1722 года, который носит скромное название трактата гармонии. В этом тексте теоретически обоснованы, описаны и проанализированы взаимоотношения между гармониями, которые знакомы абсолютно любому человеку, который слышал хоть одно сочинение классической музыки последних трех столетий, а также любое сочинение коммерческой, легкой и киномузыки наших дней. Та гармония, которую мы опознаем как классическую, европейскую, понятную, удобную для нашего слуха, та самая, на которой основана любая музыка от симфонии Моцарта до советских шлягеров, до детских песенок и описана в трактате Ромо 1722 года. Далее прыжок на 200 с лишним лет и прозвучит протопианная музыка Клода Дюбюсси, еще одного великого француза, с которого мы можем начинать отсчет истории музыки 20 века. Сочинение Сюиты, которую вы услышите на концерте, которая так называется для фортепиано, заняло у Клода Дюбюсси несколько лет между 19 и 20 веком. Он начал работать над циклом в 1894, а закончил в 1901 году. Эта трехчастная Сюита, как и многие другие работы Дюбюсси, находится в диалоге с музыкой французской старины. В дальнейшем неоклассицизм, то есть такой способ сочинения музыки, при котором она основана на каких-то стилистических моделях прошлого, станет одним из самых заметных композиторских направлений в музыке 20 века. Однако опысы Дюбюсси, утонченные, очень нежные, наполненные иронией и ностальгией по великолепному французскому барокко, были едва ли не первыми шагами на этом пути. Все эти три части – это прелюдия сарабанда и такката. Они воскрешают старинные музыкальные модели и очень нежно обыгрывают их новым импрессионистским музыкальным языком. Среди образов французской старины – пылкого мушкетера, парадных портретов лувра с их позолотой и патиной, далеких звуков клавесина – на самом деле звучат очень бизионерские для своего времени и определившие будущее музыкальные находки. Например, слышно, как звенит и стучит яванский гамелан. Это индонезийский традиционный ансамбль ударных, на котором Дюбюси был буквально помешан и в результате превратил его в одну из ключевых композиторских идей для целой вереницы очень важных авторов XX веке. И, наконец, на другом полюсе снова французская музыка, на этот раз сочинение наших дней. Это будет мировая премьера, которая написана специально для фестиваля французским композитором Жан Дени Миша. Он учился игре на саксофоне, а также композиции в Парижской консерватории в 90-е, а когда ему было всего 24 года, стал профессором Лионской консерватории. Страстный апологет новой музыки, в том числе саксофона, как академического инструмента, Жан Дени Миша встречался с человеком-мифом классического авангарда, великим немцем Карлхайнцем Штокхаузеном. И эта встреча была одним из определяющих на него влияний. Другим важным его наставником был француз, великий композитор-спектралист Джерард Гризе. Именно французскую музыкально-артистическую родословную Миша подчеркивает в своем творчестве. Для него важно быть именно французским композитором, и в этом смысле не случайно его включение в такую программу, где его музыка будет следующей ступенью после Ромо, человека, который определил развитие французского барокко, и Клода Дюбюси, который сыграл эту роль для 20 века. Мы ждем вас на первом открывающем концерте музыкального марафона, который состоится в Большом зале музея Скрябина 24 ноября, 15.00.